Орден Красной Звезды, Орден Красного Знамени, Орден Отечественной Войны, Второй Степени. О боевых заслугах своего деда Татьяна Михеева знает, рассказали родители. Но при каких обстоятельствах Павел Васильевич получил высокие награды, теперь узнать можно только в документах. Их Татьяна нашла на сайте «Подвиг народа». А здесь целая военная история. Как разведчик Базанов добывал ценные сведения в стане противника, как помогал частям Красной Армии в наступлении. Имя своего деда Татьяна решила вписать в ряды бессмертного полка и выйти 9 мая с фотографией фронтовика на улице города. И это идеальная история. Так должно быть. Но не всегда так бывает. К примеру, в отделении для ветеранов социального центра «Забота», где работает Татьяна Михеева, на постоянном проживании находятся те, о ком вспомнить уже некому. Вспомнив о том, что на обслуживании в комплексном центре «Забота» состояли люди, которые являлись участниками Великой Отечественной войны, ветеранами, дружениками тыла, но которых, к сожалению, уже нет в живых. И хотелось бы сказать людям, рассказать о них, что они были, что мы о них помним, что мы о них не забыли. Военную судьбу ветеранов социального центра сотрудники будут восстанавливать так же, как и историю своих родственников. Благо теперь не надо делать запросы в Центральный архив Министерства обороны и ждать ответа месяцами. Все доступно в глобальной сети, объединенная база данных «Мемориал», сайт «Подвиг народа» и, конечно, региональные книги памяти. Кстати, такие книги есть и в печатном виде. В городской библиотеке в краеведческом отделе можно найти данные о погибших фронтовиках со всех районов Вологодской области. Информацию об участниках Великой Отечественной войны можно получить и в Череповецком военкомате. Там помогут в том случае, если человек в годы войны призывался собственно Череповецким военкоматом. Также в военном комиссариате имеется список погибших от раны, болезней в госпиталях Череповца в 40-е годы. Раненых свозили в наш город со всех фронтов Великой Отечественной войны. Рассчитывать на архивы военкомата в полной мере не стоит. Отмечают сотрудники комиссариата. Многие документы сгорели при пожаре. Поэтому все-таки можно считать, что основными источниками информации об участниках войны являются специализированные интернет-сайты. Проект «Бессмертный полк» призван сохранить живую память народа о людях, которые пережили войну. Вместе с официальной информацией сюда можно вписать свои воспоминания, рассказы дедов и прадедов. Запись на сайте «Бессмертного полка» лишь первый этап. Второй и самый главный – это непосредственное шествие. Оно состоится 9 мая. Сборная на соборной горке 8.15. В 9 часов начнется построение, после чего колонна выдвинется на площадь металлургов и там примет участие в параде победы. Вписать имя своего родственника в ряды «Бессмертного полка» может любой человек. Но главное не забыть, что у каждого имени есть своя большая история.